Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Сегодняшнее видео будет посвящено моим мастер-классам. Раньше, в 2013, 2014 и 2015 году, я делала такие ролики. И они пользовались большой популярностью. Они у меня, в общем-то, набрали самое большое количество просмотров за эти годы. И у меня даже есть плейлист с моими мастер-классами. Надо зайти под видео, кликнуть на слово «плейлист» и там выбрать вот мои мастер-классы. Но для того, чтобы сориентировать новых зрителей, которые со мной недавно, и вот буквально за декабрь пришло больше 8 тысяч, я бы хотела вас сориентировать, что называется, в моих любимых таких видео, в которых я рассказываю о каких-то своих идеях, которые я воплощала в разные годы своей жизни. И эти ролики мне лично самой очень дороги. И все это в контексте сама себе дизайна. Да, совсем скоро весна, а потом лето, и как-то хочется чего-нибудь эдакого, оригинальненького. И несколько моих идей вы сейчас, собственно говоря, увидите. Все эти вещи я так или иначе использую в своей жизни. И начинаем, собственно говоря. Да, и кстати, это можно еще также рассмотреть в контексте, как встретить весну и лето, не потратив много денег. То есть, как можно преобразить те вещи, которые у вас есть, но, может быть, надоели, или купить что-нибудь новое, недорогое, приложить свои руки, свое умение, свои идеи, и сделать что-нибудь новенькое, эксклюзивное. Ведь тренд, индивидуальность – это самое главное, что только есть в моде. И хочу сказать, что одна из моих самых любимых таких вот вещей, и есть такой мастер-класс, где я делаю вот эту тельняшку. Ну, то есть, тельняшку я просто купила. Если у вас, например, есть какая-то старая тельняшка, вы можете ее преобразить. И самое главное здесь вот эта потрясающая, замечательная фотография. Ссылочку на все эти мастер-классы я оставлю внизу. А сейчас просто посмотрите коротенький отрывочек и напишите, как вам эта идея. Вы можете также расположить свою любимую фотографию, да, вот это моя любимая фотография всех времен и народов, да. Это я ее сделала в Аргентине. А это моя подруга танцует танго с настоящим тангером. И вы можете использовать любую другую майку, футболку. И это здорово, ее можно стирать и получать огромное удовольствие от ношения ее. Также можно и по-другому декорировать. Сейчас я покажу вам один свитшот свой, который я декорировала монетками. Но не обязательно его декорировать монетками. Можно декорировать, вот видите, разные монетки. Не обязательно декорировать монетками. Можно бусинками, какими-то другими предметами. Не гуще, реже. Ну, в общем, это тоже очень такая вот идея. Мне кажется, очень, с одной стороны, простая. С другой стороны, никто особо так не делает. Если вы хотите как-то выделиться и быть не похожим ни на кого, вы можете посмотреть по ссылочке этот мастер-класс. А пока укороченная версия. Продолжение следует... Ну, а если вы не хотите связываться с одеждой, то можно сделать себе украшение какое-нибудь такое. Вот знаете, я помню, что когда я выпустила вот видео с мастер-классом вот таких вот изумительных бусиков, очень многие сделали, прислали мне фотографии. И во всяком случае, вот эта идея обтягивать пенопластовые бусинки разноцветной тканью, смешивать. И у вас всегда получится какой-то необычный именно свой дизайн. И он очень летний. Поэтому можно любую вещь декорировать с помощью вот такого вот украшения. Можно в два ряда, в один ряд, в три ряда. Оно очень веселое, очень легкое. Очень запоминающееся. И я думаю, что весной и летом вы можете оторваться по полной, если сделаете себе что-нибудь подобное. Ну, смотрите, укороченную версию этого мастер-класса. Мастер-класса. Совсем недавно мы с вами на канале обсуждали брошку Мавра. Насколько она является расисткой или нет. Ну, я хочу сказать, что я вообще обожаю украшения с изображением человека. Мне нравятся и кулоны. У меня вот разные есть. И с велосипедистками, и с портретами. И в том числе я делала сама. И это, наверное, самое известное мое украшение, которое я постоянно выгуливаю уже много лет. Фрида Калу. Ну, здесь, конечно, изображена не она, а Сальма Хайек в ее, так сказать, образе. И вот это украшение я сделала в качестве мастер-класса. И тоже я знаю, что очень-очень многие его потом, ну, как-то делали. У всех все равно вышло по-своему. Но я надеюсь, что никто не разочаровался. Все носят. И также здесь интересный принцип изготовления этого украшения. Он очень простой. И в то же время такой, что дает возможность для фантазии вашей собственной. Вы можете не обязательно использовать портрет. Можно какие-то другие элементы. И посмотрите маленький отрывочек, как я делаю это украшение. Ну, а полную версию в ссылке под видео. Субтитры сделал DimaTorzok И, наконец, самое популярное видео на моем канале, которое собрало практически полмиллиона просмотров. Это видео, посвященное сумочкам моего дизайна. Знаете, там нету мастер-класса, потому что этим сумочкам 15-20 лет, 14 лет. То есть они очень старые. И делаю я их задолго до Ютуба. Но там 5, кажется, или 6, я не помню, видео тоже по ссылочке в описании. Сейчас вы увидите укороченную версию. Но хоть я и не показываю, как это делать, но я думаю, что любой заинтересованный и любая белочка-умелочка догадается, как это делается. И, может быть, это сподвиднет ее к тому, что она что-нибудь себе новенькое изобразит к весне, к лету. И я считаю, что надо культивировать именно такой подход к созданию собственного образа. То есть индивидуальность, неповторимость. Такая же, как и сама женщина, ее образ должен быть именно таким, с моей точки зрения. И долой стереотипы, долой вот эту пресловутую брендоманию. Мы можем быть сами себе дизайнеры. И, может быть, с точки зрения элитарной моды или каких-то снобов, скажем так, в таких вещах будут какие-то немножко косячки, немножечко несоответствия чему-то. Но эта вещь будет приносить вам огромное удовольствие, потому что в нее вложено тепло ваших рук, ваши идеи. И, мне кажется, это доставляет гораздо больше удовольствия, чем носить даже какие-то супер-бренды за какие-то огромные деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. А также у меня просьба к зрителям, которые ранее смотрели эти ролики и что-то, может быть, сделали. Напишите, что вы сделали. И, мне кажется, это будет очень интересно. Просто многие мне присылают до сих пор фотографии, и мне это очень приятно. Но не все присылают фотографии. Но если вы напишите, мне кажется, будет очень приятно. Мне лично точно. Ну, а зрителям, я думаю, интересно. Ну, что, дорогие друзья, хоть и зима в разгаре, но все мысли уже о весне, лете и о том, как можно себя приукрасить, задекорировать. И тут нам в помощь наши умелые ручки. Ну, все, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им. Буду благодарна за пальчики вверх. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok